Канадские сфинксы Как я уже сказала, сегодня мы нашим телезрителям расскажем об особенностях этих кошек. Расскажите, чем отличаются они от других, кроме того, что нету черсти? Отличаются, эта порода отличается отличным умом. Это очень умные кошки. Они всегда найдут лоток, если это необходимо. Они никогда не точат когти об мебель. Они приучены, как правило, к когтеточкам. Это очень дружелюбная порода, очень контактная. Они всегда будут мурлыкать около вас, сидеть у вас на ручках и ходить за вами по пятам. Мы не представили наших маленьких гостей, как их зовут, и пол. У меня на руках котенок Орлеан, он еще не зарезервирован. Отчаянно ищет себе, мяукает, ища себе новых хозяев. А это девочка Одесса. Она остается в питомнике, как производитель. Орлеан все-таки хочет найти себе хозяев. Сколько им месяцев? Им сейчас 3,5 месяца. Именно тот срок, с которого можно... Да, с которого можно забирать домой, новый дом, новым хозяевам. Поэтому Орлеан в надежде мяукает, что кто-нибудь из вас, может быть, выберет его. Так что присмотритесь. Ну, вот. И кроме того, особенности понятны. Животные умные, животные не гадят. Они уже полностью готовы к жизни в семье. Как они себя ведут дома? Дома они очень хорошо себя ведут. То есть они знают, где их место, они знают, где стоит их еда. Они не хулиганят, они не разбрасывают вещи, не скидывают вещи с полок. И также они не лежат где-то в углу, как мебель. То есть они дружелюбны. Если есть в семье дети, они будут играть с детьми. Если есть другие животные, они, как правило, общаются с другими животными. С собаками тоже дружат и с другими кошками. Они привыкают к другим кошкам. Они идут на контакт, абсолютно не дерутся, не ругаются и не хулиганят. Помимо того, что кошка необычная, питание, наверное, тоже необычное, как многие могут подумать. Нет, питание абсолютно стандартное, как и у других кошек. То есть это сухой корм, это влажный корм. Никаких нововведений в их рацион не нужно привносить, так как кошкам, чем стабильнее питание, тем это лучше для их пищеварения. А по прививкам еще скажите? В плане прививок котята переезжают с полным пакетом прививок по их возрасту. То есть это прививки от стандартных инфекций и прививка от бешенства. И прививки нужно делать раз в год, как и всем кошкам. А уход какой-то особенный для этих кошек нужен? Особенного ухода для них не требуется. То есть их нужно мыть не чаще, чем обычных кошек. Точно так же чистить ушки, подстригать когти, и этого достаточно. К воде также привычены? Да, к воде они достаточно спокойно относятся. Ну да, то есть если правильно купать, они достаточно спокойно это переносят. А еще есть такой миф. Так как кошка без шерсти, без покрова, то, видимо, она обладает повышенной температурой тела. И все думают, что холодно им. Нет, у них температура тела где-то 38,5 градусов, 39. Это их стандартная температура тела. И главное, чтобы кошки в доме не мерзли. То есть если вы спокойно по дому ходите в майке или в футболке с короткими рукавами, то и животному тоже будет тепло. А если, соответственно, отключили горячую воду или нету отопления, то и котенок, и кошка тоже могут замерзнуть. То есть нужно обеспечить кошку пледом или включить обогреватель. Этого будет достаточно. Какие еще есть мифы о канадских слюхах, которые считаете, что это полная ложь, и к этому верить не надо? Не читать в интернете о том, как обезопасить животное и так далее. Что касаемо именно этой породы считается, что это слухи просто? Это абсолютно не болезненные кошки. То есть это точно такие же котяты и кошки. Просто некоторые считают, что если голая порода, то они подвержены каким-то заболеваниям. Это абсолютно неправда. Также они живут столько же, сколько и обычные кошки. То есть 20 и 20 плюс. Также если вы берете подрощенное животное, то все расходы, смену зубов и половое созревание, кастрация, это все на себя берет питомник. То есть не нужно бояться брать подрощенного котенка, потому что он уже с огромной благодарностью будет к вам относиться как к родителю. Он будет вам признателен, что вы его наконец-то забрали к себе домой. И к тому же вы минуете многие хлопоты. Да, да, конечно. И также это очень человекоориентированная порода. То есть эту породу выращивали 40 лет множество заводчиков. И по системе ВЦФ, в которой у нас зарегистрирован питомник, эти кошки, канадские сфинксы, дисквалифицируются за агрессию. То есть это абсолютно ласковые животные. И у них, в принципе, по генетике не должно быть агрессии. А если у людей, которые хотят завести такую породу кошек, уже есть какие-либо животные, собаки, черепахи, рыбки, как уживаются с другими? Они отлично уживаются с другими животными, с другими представителями животных. То есть и собаки, и черепашки, и рыбки, и другие кошки. Они не агрессивные, они дружелюбные. Они пойдут на контакт, пойдут тыкаться носиком, знакомиться. Поэтому можно не переживать. Также некоторые люди считают, что канадские сфинксы – это гипоаллергенные кошки, но это не так. Если у человека есть аллергия на шерсть именно, то это действительно ваш выбор, ваш питомец. Но если у человека аллергия именно на ферменты животных, на ферменты кошек, то аллергия также будет и на канадских сфинксов. Где можно выбрать, посмотреть питомцев, которые, возможно, уже скоро найдут своих хозяев? Ведь они различаются не только у нас по возрасту и по размерам, но и по окрасу. Где можно посмотреть весь выбор? Весь выбор питомцев можно посмотреть на нашем сайте. То есть у нас есть карточки котят, там есть описание характера, есть описание краса, стоит статус, зарезервирован котенок или нет, может быть, если кто-то уже продан. И там вся информация. И также на сайте можно оставить заявку на страничке котенка. То есть если вам понравился именно котенок, можно на его страничке оставить заявку, и мы вам перезвоним, ответим, напишем. Спасибо. Мы призываем, чтобы вы как минимум сегодня уже зашли на сайт и посмотрели этих крох. Но я думаю, что вам по-любому кто-то понравится, кто-то заглянет... Вам в глаза. Вам в глаза и, возможно, даже в душу. И совсем скоро у вас с вами появится новый питомец. ПОДПИШИСЬ!